Лайк, видосик, увлепи, комментарий напиши и подписку жми, и-и-и. А в ответ привет лови. Как-как-как. Станет нас три миллиона, три лимона, три лимона. Желтеньких лимона, мяу, мяу, миллиона, мяу. Ань, мы придумали классный челлендж. Здорово, что за челлендж? Миш, дай я расскажу, ну я расскажу. Ну, София, я тоже хочу рассказать. Так, я расскажу. Эйван. Короче, это челлендж, где мы будем лепить из пластилина. Мы уже даже все купили, но лепить будешь ты по нашим заданиям. Понятно, Юмичу. Вот он ваш пластилин, ого, как много. Так, ну давайте объясняйте свой челлендж. Лепить мы будем одно существо. Одно на всех? Ага, и каждый загадает, что он будет лепить, но никому не скажет. Секрет. Понятно. Мы будем по очереди говорить тебе, что делать и что изменить или добавить. Так, хорошо, а победит этот челлендж кто в итоге? Ну вот мы слепим и посмотрим, на кого больше всего будет похоже. То есть победит тот, кто загадал, например, Гарри Поттера и получилось, что наше существо похоже больше всего на Гарри Поттера. Все правильно. Окей. Ань, а на канале нашим общим с тобой, Magic Family, уже вышел влог о том, как мы уехали из дома? Да, первое видео из путешествия уже вышло на канале. Мы же уехали на целый месяц. Путешествия все вместе? Даже я. Давайте ребятам ссылку внизу в описании оставим. Пусть начинают смотреть наши приключения. Обязательно оставим. А они тебе лайк покемон не поставят там, а что они не поставят, это тебе они не поставят. Эй, всем нам поставят лайк. Я хочу много лайков, а из-за тебя будет мало, а что это из-за меня-то? Наши мэджики поставят и тут, и на том видео много лайков. А комментарии не напишут, если Юми будет плохо себя вести. Потому что ты всегда все хочешь. Ничего не поршу, ничего не поршу, понятно? Так, тихо. Лучше давайте, напишите каждый. Загадайте, кого вы будете лепить. Чтобы потом нельзя было сказать, что вы кого-то другого загадывали. Так мы и узнаем, кто победил. Вечно спорят из-за лайков. Я уже придумала, кого лепить. Это я спрячу, чтобы ничего нельзя было изменить. А в конце видео посмотрим, кто из вас кого загадал лепить. Я тоже уже написала свое. Мое первое ожидание это желтый пластилин. Так, кажется я уже знаю, Юмич, у кого ты хочешь слепить. Мне тоже потом будет надо желтый я не отдам. Софиш, ну не жадничай. Кажется, мы маловато пластилина купили, мне не хватит. Ну, надо было раньше думать. Давай саденем его еще с другими желтыми. Хорошо, как скажешь, Покемон, я только исполняю ваше задание. Соединим все желтые цвета. Тебе прям большое что-то надо? Да, и чтоб желтый получился яркий. Ну, мне кажется, сейчас они смешаются. Кстати, это, по-моему, не обычный пластилин. Это тот самый пластилин, который потом засыхает, да, и становится твердым. И в итоге фигурка не развалится, ничего с ней не будет. Так, ну, по-моему, неплохо. Какой классный антистресс получается. Надо еще желтого добавить, что-то маловато. Юмичу, ну, извини, конечно, но желтого больше нет, можно добавить оранжевый. А он точно замешается, а? Ну, это такой светло-оранжевый, так что я думаю, если хорошенько смешать, то получится как раз тот самый желтый, который тебе нужен. Юмичу, ты ведь желтый истратила? Ну и что, надо было больше пластилина покупать. Девочки, не ссорьтесь. Ну, если что-то не так пойдет, можно же цвет заменить на любой другой. Ладно, теперь скатай из этого шарик. Шарик скатать? Знаете, что я поняла? Что я совершенно не умею лепить. Я попытаюсь скатать шарик, но я даже не понимаю, как это делается, особенно из такого странного воздушного пластилина. Ну, вот что-то такое, нормально? Да, нормально. Без желтый истратила. Отстань, Софи. Ааа, достали ругаться уже. Каждый делает по одному шагу в этом челлендже, а в самом конце определим, на кого похоже конечное существо. Так что, ну, давай, Софи, ты будешь следующая. Мне нужен черный пластилин. Скатай такие длинные косички, типа дреды, типа волосы. Кажется, по поводу Юминого персонажа, которого она пытается слепить из нашего будущего монстра, я, у меня есть догадка. А вот по поводу твоего, Софиша, я что-то пока ничего не понимаю. Вот так? Что-то это не очень похоже на волосы. Ну, извини, Софи, как умею. Ладно, теперь прилепляй их к этому желтому шарику. Пусть это будет голова. Не представляю, сколько таких штучек мне придется слепить, чтобы получилась реально голова с волосами. Много, Ань? Да она мне все испортила. Каждый Юмин лепит то, что он загадал. Но у моего же персонажа нет волос. А у моего есть. В этом и суть челленджа. Чтобы давать задание так, чтобы в конце концов персонаж был похож больше всего на твоего. Но у моего нет волос. Юмичу, у тебя будет следующее задание, которое ты дашь. И я слеплю то, что ты скажешь. Возможно, мы изменим волосы. Мне пластилина не хватает. Вот вечно она капризничает, я же говорю. Перестаньте спорить. Что у вас сегодня за настроение такое спорное, а? Ох, как же сложно лепить эти волосы. Они еще и разные получаются. Реально, не похожи на волосы, а похожи на какие-то дреды. Ну вот, что-то такое получилось. Может быть, даже неплохо. Ладно, сойдет, все равно похоже на кого я загадала. Так, теперь моя очередь. Возьми оранжевый пластилин и слепи этому существу полуквадратное полуовальное тело. Без шеи. Чтобы получилась такая жирная сарделька с квадратными углами. Если честно, очень сложно понять твое задание, киса Алиса. И возьми побольше пластилина, можно весь оранжевый смешать. Ладно, я попробую, но не уверена, что у меня получится. Замешай все хорошенько в однородный цвет, а теперь прямо вот к голове прилепляй. Чтобы не было шеи? Да, чтобы оно стало единым целым с головой. На самом деле, мне нужно, чтобы голова была оранжевая тоже. Но голова уже желтая. Ну что ж, поэтому хотя бы так. Так, сарделька толстая и при этом квадратная, но сарделька же круглая. Ну, чтобы она была как бы квадратная, но круглая. А, кажется я поняла о чем ты. Получилось что-то вроде этого, похоже на то, что ты хотела? Да, отлично. Следующее задание будет от меня. Возьми серый пластилин, именно серый, а не черный. Он темноват, нужно сделать его посветлее. Может белого добавить? Белый вот тут валяется. Добавь белого и тогда серый станет светлее, если Миша надо. Потому что мой персонаж серенький и светло-серенький. Может Миша меня загадала? Я замешала темно-серый с белым, получился как раз вот такой цвет, подходит? Да, а теперь слепи из этого два треугольничка, как будто это ушки. И прилепи к голове. Кажется, ваши задания усложняются. Одно дело слепить круг, другое дело слепить какой-то овал квадратный. Но слепить ушки, это очень трудно. Тебе нужно походить на курсы лепки. Это точно, лепить оказывается очень трудно. То ушки получаются слишком большие, то слишком толстые, то слишком кривые, то слишком острые. Ну, я думаю, что вот так вот нормально, наверное, будет, да, Мишань? Ну, ладно, теперь слепи второе, только хотя бы похожее. Ну что? Ну, получилось что-то вот такое. Надеюсь, это похоже на того персонажа, которого ты загадываешь? Да, неплохо. Отлично, теперь моя очередь возьми красный пластилин и слепи из него для нашего монстрика руки. Руки? Из красного пластилина? Но только не совсем обычные руки, ты сделай сначала шарики, а из шариков сделай такие немножко плоские кружочки. Так, странно, и куда это приделывать? Ну, туда, где руки. Это больше похоже на какие-то крылья, и почему они красные руки? Надо подумать, какого персонажа загадала его? У какого из известных персонажей красные круглые руки? Я вообще даже представить не могу. Может, это какой-то супергерой? А может быть, это кто-то известный с Ютуба? Вообще-то мне нужен красный пластилин, хотя бы немного. Но красный закончился. Ну, оторви от рук чуть-чуть. Эй, не трогайте мои руки. Ладно, я совсем-совсем чуть-чуть, Эйван, мы исправим, ладно? Да, мне совсем немного надо. Но только ты верни все как было, чтобы ничего сильно не изменилось. Я думаю, что ничего страшного, руки практически такие же. Юми, а что мне из красного слепить? Слепи маленькие-маленькие такие плоские штучки, как будто это румянец на щечках. И наклей ему на щеки. Кажется, я точно догадываюсь, какого персонажа загадала Юмичу. Вот так? Да, а теперь? Никаких теперь, Юмичу. Ань, бери белый пластилин и слепи из него малейсенькие шарики, как будто глазки. Так, ну это попроще, хорошо. А почему я дальше не могу сказать? Потому что у каждого одно задание, Юми. Вот так? Ну да, такие белые яички. Но они плоские, потому что у моего персонажа глаза выпуклые. Выпуклые? Ну да, как будто их пучит. Глаза пучит? Что это за персонаж такой? Юми, не обижайся, мы все по очереди сделаем от каждого одно задание, как и договаривались. Ладно. Ну, как-то так, София, что дальше? Теперь возьми немножко черного пластилина и сделай зрачочки, тоже такие выпуклые, и посади их на глазки. Так, скатать малюсенькие зрачочки, нормально? Похоже на мышиные какашечки. Сам ты какашечка, Иван, да? Отлично, вот такие глаза пученые мне и нужны. Что это за персонаж такой, волосы, глаза пученые? Так, а мне нужно сделать ноги, одного цвета с телом. Но боюсь, что такого оранжевого у нас больше нет. Ну, тогда сделай из чего-нибудь ноги и прилепи такой же цвет на тело, чтобы они были однородного цвета. Ну, ладно, хорошо, сейчас я насобираю чего-нибудь такого оранжевого, замешаю цвета. А какие ноги-то будут, Алис? А ноги должны быть как кубики, такие типа квадратные, но овальные, кубики с закругленными углами. Вот, соединенные, такие как два кубика. Ох, как же это сложно, сверху залепить еще цвет, вот этот оранжевый, который пыл, залепить этим цветом. А теперь еще и слепить какие-то ноги, кубики. А я, кажется, догадываюсь, кого Алиса лепит. Я тоже, кажется, догадываюсь, но все-таки не до конца. Может быть, по следующему заданию будет понятно? Как его поставить на эти ножки? Какие-то они дурацкие получились, коротенькие очень. Коротенькие мне и надо. Ну, тогда вот так. Ну, ладно, сойдет. А мне из серого слепи хвост. Хвост из серого, так, хорошо. Длинный или короткий? Я думаю, подлиннее. Хвост слепить было проще всего, похоже. Прилепи его на попу. Ну, логично, куда же еще хвост прилепить? Да что же такое, у меня эти Алисины ноги портятся все время. Хвост сзади. Вот так. Да? Нормально? Прилепи кончик к голове, чтобы он не отваливался. Хорошо, как скажешь. Серый хвостик, серые ушки. Кажется, я догадалась, кого лепит Мишка. А мне нужен черный рот и белый язык. Так, белый есть. Сейчас оторву немножко для язычка. Я думаю, его тоже надо делать из шарика, да, Эйван? Можно поменьше кусочек взять, совсем маленький. Это же язык. Хорошо, я поняла. Вот так похоже на язык? Ну, да, можно так оставить. А вот как слепить черный рот? И это должна быть улыбка. Черная улыбка, красные овальные руки. Что же это за монстр такой у тебя, Эйван? Кого ты там загадала? Теперь язык прилепи. Готово. Вот такое чудище у нас получается. Я пока не понимаю, на кого это похоже. Непонятно, кто победит? Ну, узнаем позже. Юмичу, твоя очередь. Возьми черный пластилин и на серые эти ушки, хотя вообще-то они должны быть желтыми, налепи черные кончики. А кончики острые или овальные или какие? Да, такие остренькие черные треугольные кончики. А уши, говоришь, должны быть желтыми, но они же серые. Ну, а что поделать, если я не могу ничего поменять? Ладно. Ого, что же такое-то? Да что же я за криворук-то, а? Не криворук, а рукожоп. Тихо, Эйвен, не учи наших мэджиков плохим словам. Типа никто это слово не знал. Юмя, зачем ты мне уши испортила? Мне вообще все все портят. Ладно, странно, конечно. Ну, что дальше? Дальше моя очередь. И мне нужно много-много розового. Но не ярко-розового, а какой-нибудь цвет. Надо создать такой цвет. Ты создай такой цвет из разных цветов, чтобы он был похож на кожу. Понимаешь, человеческую кожу. Ну, кожу, голую кожу. Голую кожу, хорошо. А, и что мне слепить из этой голой кожи? А слепить нужно длинные ноги. Длинные ноги? Но у нас же уже есть ноги. Ну и что, что у нас есть ноги? Все равно для моего персонажа нужны и другие ноги. Так что эти уже тем более приплюснулись. Так что лепи к нему вот такие вот ноги. Эм, нормально вот такой вот формы ноги? Боже мой, что получается? Вообще ужас, кошмар, кракозябра какая-то. Да, отлично. Правда, они должны быть намного тоньше и худее, а не такие толстые ляжки. Ну, Софи, извини, если я сделаю совсем тоненький, то он на них стоять не сможет. Ладно, сойдет. А теперь к этим ногам сделай пальцы. А пальцы должны быть человеческие или какие? Ну, вообще не совсем. Понимаешь, как примерно выглядят лапы птицы? Лапы птицы, то есть пальцы птицы. Да, вот такие. То есть три спереди, одна сзади такая, как крючок, и когатки черные на них. Я не понимаю, Софи, какого персонажа ты лепишь? Волосы длинные черные на голове, глаза выпученные, еще и лапы куриные. Ань, получается какое-то уродство. Ну, тоненькие они не получаются, он на них не стоит. Прости, Софи, только так. Это не похоже на куриные лапы? Ну, ну почему, более или менее, вот когатки сейчас сделаю и будет похоже. Какой ужас, какой кошмар. Софи испортила мне моего персонажа совсем. В этом и суть челленджа, Киса Алиса, надо как-то выкручиваться. Пластилина, вот правда, одного цвета маловато, приходится цвета смешивать. Придется как-то выпутываться, чтобы мой персонаж был хоть немножко похож. Знаешь что, сделай из большого куска пластилина ему рюкзак. Рюкзак? Ну да, такой как бы, такой квадратный. Опять с овальными углами, да? Да, такой кубик с овальными углами. Точнее, прямоугольник. И куда мне эту странную штуку прилепить? К спине, это же типа рюкзак. Так это рюкзак или не рюкзак? О боже, Софи, тут все твои куриные ноги испортились и прилипли. Ааа, теперь придется опять исправлять. Ну что же это такое за ужас? Ты сначала рюкзаком прицепи. Да тут еще хвост этот мешает. Сейчас еще этот рюкзак как-то квадратный прицепить к этому монстру. И правда, уродец получается. Ну, хвостик я сюда прицеплю. А вот что с ногами с этими делать? Вон, когти все размазались, расплющились. Ох. Оставлю пока так или потом исправлю, ладно? Ну блин, а мое задание это розовый аккуратный треугольный носик. Фух, ну это хоть не какие-то куриные лапы, всего лишь маленький розовый треугольный носик. Кажется, я точно знаю, кого лепит Миша. Интересно, наши зрители сейчас уже догадались, кого кто лепит? Миш, вот так хорошо? Мои волосы вообще непонятно во что уже превратились. Слушай, не ной, у меня тоже какой-то урод. Ну что, давайте подводить итоги. Кто это такой? Ну что ж, ребята, получился вот какой-то такой вот страшилище. Монстр, кракозябра, не знаю даже как это назвать. Я вообще, если честно, не понимаю, на что это похоже. Вроде бы где-то здесь есть намек на покемона из-за желтых щечек и черных ушек, поэтому мне кажется, Юмичу слепила покемона. Вроде как есть какой-то намек на кису Алису из-за серого хвостика, но вот этот рюкзак и вообще... В общем, давайте смотреть результаты. Итак, посмотрим ваши бумажки. Что же вы там написали? Софи лепила у нас. Момо? Момо? Че, неужели непонятно по глазам и глазам и куринам ногам? Миша лепила кису Алису, я так и знала. Юмичу лепила Пикачу. Здесь я тоже догадалась. А, Эйвен лепил Валерку, оказывается. И киса Алиса лепила Амонгас. Мне кажется, у меня очень похоже. А мне кажется, у меня. А я думаю, что на Валерку тоже смахивает. А киса Алиса там точно просматривается благодаря ушкам и хвостику. А Амонгас благодаря рюкзаку. В общем, я, если честно, не знаю, кто победил в челлендже. Давайте наши ребята, подписчики, выберут и напишут в комментариях, на кого похожа эта кракозябра. Да, и по количеству комментариев поймем, кто победил. Отличная идея. А ребята пусть идут и смотрят наши новые видео на Мэджик Фэмили. Начало нашего путешествия. Ссылка в описании. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...